Он признан виновным по статье 20.29 КОАП РФ. На моей страничке ВКонтакте плавмышленник разместил контент, который входит в список запрещенных экстремистских материалов. Пароли, в принципе, если человек не сведущий в интернете или слишком, скажем, доверчив, можно получить относительно быстро, создавая фейковые страницы. Если ты в чем-то не разбираешься, естественно, это может привести к достаточно неприятным последствиям. К нам поступил сигнал из Мордовии о том, что один очень порадочный человек, мусульманин, попал в неприятную ситуацию. Что-то связанное с интернетом, и пока еще не все ясно. Будем разбираться. Если вы думаете, что вашей безопасности ничего не угрожает, вы ошибаетесь. Поскольку сегодня и вы, и ваши родственники каждый день находятся в зоне риска. Виной тому бурное развитие интернета и социальных сетей. Под треком «Дай нам Боже» Аллы Пугачева и «Грации», как мы могли бы не были. И вот еще один без названия. Играет вместо Пугачевы. Это композиция Мацураева. Вот такую странность заметил доцент Мордовского государственного университета и соблюдающий мусульманин у себя на странице ВКонтакте. Только вот увидел он ее, после того, как к нему домой постучали люди в масках, которые провели обыск и изъяли компьютер в качестве улики. К сожалению, я стал жертвой провокации. На моей страничке ВКонтакте неустановленный пользователь, можно сказать, злоумышленник, разместил контент, который входит в список запрещенных экстремистских материалов. Какой-то неизвестный злоумышленник беспрепятственно залез в аудиозаписи ученого и в два счета подставил того под уголовную статью, разместив на его странице несколько песен Барда Тимура Муцураева, которые ранее были признаны экстремистскими. Причем замаскировал его под аудиозаписи, которые я действительно размещал несколько лет назад. Мягко говоря, отец пятерых детей был просто шокирован, что такое в принципе могло произойти. В результате следственные органы, ну как бы пошли, на мой взгляд, по ложному пути. К счастью, до уголовного дела так и не дошло, хотя и состоялся суд. И хотя есть технические доказательства того, что был доступ, к моей странице был доступ посторонних лиц, к сожалению, суд первой инстанции это не учел. Марату присудили штраф в размере одной тысячи рублей. И хоть размер взыскания достаточно смешной, с этим решением ученый не согласен. Ведь он считает себя полностью невиновным, а потому намеревается обжаловать его в суде высшей инстанции. Ну, я занимаюсь активной общественной работой и научной деятельностью. 15 лет я преподаю в Мордовском государственном университете. И, конечно, для меня прежде всего важно, чтобы мое имя осталось незапятнанным. И желание Марата понятно. Ведь он является победителем грантов президента России, организатором многочисленных детских и молодежных мероприятий, педагогом с многолетним опытом, которому есть что терять. Оставаясь всегда честным человеком и верующим мусульманином, он не собирается пускать дело на самотек. Ведь фактически суд признал его виновным. В отношении моего доверителя вынесено решение Лемберским районным судом, которому он признан виновным по статье 20.29 КОАП РФ. По этой статье его признали виновным в том, что это именно он является распространителем экстремистских материалов. И мой доверитель, я считаю, что данное решение незаконное и необоснованное, ввиду того, что для принятия решения необходимы определенные технические знания насчет работы интернета, работы с сети ВКонтакте, порядка размещения контента на странице. И судья практически не обладал таким знанием, сама в чем она призналась. Более того, в процессе даже не участвовали специалисты в компьютерных технологиях. То есть она вынесла решение судья, исходя из своего знания, которое недостаточно для принятия законного решения. Марат и его представитель не опустили руки. И пошли дальше, обратившись с жалобой в Верховный суд Республики Мордовии. Но и там их ждала неудача. Сославшись на истечение срока подачи жалобы, судья отказался рассматривать дело. Хотя сроки были не нарушены и поданы, предусмотрены кодексом административных правонарушениях. Даже несмотря на повторную неудачу, оставлять это дело никто не собирается. В дальнейшем мы собираемся обжаловать данное решение Верховного суда и обжаловать решение Лямберского районного суда. Более того, будучи общественником, Марат намерен пойти еще дальше и сделать серию обучающих видеоуроков, дабы никто больше не попадал в подобные ситуации. В медиа сфере, через ролики, показать, что любой фактически может стать жертвой вот подобной провокации. Ну и, конечно, не отступать и продолжать борьбу. Я считаю, что моя обязанность просто отстоять справедливости как положено в юридическом смысле в судах и доказать свою невиновность. Наша съемочная группа решила докопаться до истины и понять, как технически стало возможным запятнать репутацию честного человека с помощью простой социальной сети. Шамиль встретился со специалистом в IT-технологиях, который согласился просветить нас о виртуальных угрозах. Где хранятся аудио-видео файлы в соцсетях? Аудио-видео файлы в соцсетях хранятся непосредственно на выделенных серверах соцсетей, будь то Одноклассники, ВКонтакте. То есть материалы лежали непосредственно на сервере социальной сети ВКонтакте, а не на компьютере Марата. Нередко злоумышленники используют эти сервера компании для того, чтобы заливать незаконный контент, который они могут маркировать под всякие, ну иные, скажем так, сопровождать это иными названиями. Как и следовало ожидать, схема, по которой действовали злодеи, не нова. Но оставался вопрос, как они это делают? Такой пароль, в принципе, если человек не сведущ в интернете или слишком, скажем, доверчив, можно получить относительно быстро, создавая фейковые страницы, которые копируют внешний вид страницы доступа в ВКонтакте или в Одноклассники. Злоумышленник делает точную копию страницы пользователя, отправляет ее под видом какой-нибудь программы. Жертва, ничего не подозревая, вводит логин и пароль в клон своей страницы. И вот его аккаунт уже взломан. А в случае подмены файлов остаются ли следы злоумышленников и настолько реально их вычислить? Да, конечно, остаются. Реальность достаточно высокая, потому что остаются IP-адреса, которые достаточно сложно подделать. Помимо IP-адресов у каждого компьютера, ноутбука или планшета в сети есть еще такое понятие, как MAC-адрес. По этим параметрам есть высокий шанс установить злоумышленника. Ну или, по крайней мере, можно доказать свою невиновность. Конечно, если злодей – не высококлассный хакер. При достаточно оперативной работе службы безопасности соцсетей и оперативной работе полиции, можно вычислить, откуда был несанкционированный вход, с какого IP-адреса, с какого MAC-адреса, и доказать, что это делал не пользователь, а делал совершенно чужой ему посторонний человек. Но мордовские правоохранители решили пойти иным путем и просто конфисковали компьютер пользователя, не вдаваясь в детали. При обращении в службу безопасности, одноклассников или ВКонтакте, служба безопасности может провести свое внутреннее расследование и выдать информацию о том, с какого конкретно сегмента сети, с какого IP-адреса были сделаны данные изменения и нотариально это подтвердить. К счастью, есть варианты доказать свою невиновность. Ведь даже в виртуальном пространстве преступники оставляют следы. Есть ли техническая возможность у самой компании соцсетей вмешаться и управлять страницей? Да, абсолютно, конечно, такая возможность есть, потому что эти страницы находятся на серверах компании, но ни одна уважающая себя компания такого делать не будет. Я ни разу о таком не слышал даже. Но если в какой-либо компании у вас завелся недруг, следует быть предельно осторожным. Ведь ваша страничка в его полной власти. Мошенников в интернете становится все больше и больше, и они все лучше и лучше становятся, скажем так, в кавычках, лучше и лучше они становятся. Они все профессиональнее и профессиональнее. В похожей ситуации оказался и другой мусульманин. Хафиз Алия Купов. Все началось с момента его назначения на должность имама Курганской мечети. Из-за этого произошел раскол среди мусульман местной общины. Но не успели споры утихнуть, как вдруг «доброжелателями» на его странице ВКонтакте обнаруживаются экстремистские комментарии. Сам Али утверждает, что он его не писал. А сделали это те, кто взломал страницу. На время суда имама отправили под домашний арест. Вот в этом доме я провел шесть месяцев домашнего ареста. По времени пребывания в этом доме я не мог с кем общаться, разговаривать, даже с своими близкими. Правда, доказать, что комментарий писал не Али, так и не удалось. Суд первой инстанции посчитал, что запись все же сделал сам имам. Вот только состав преступления в нем суд не обнаружил и оправдал Хафиза. Позже уже городской суд это решение отменил. На сегодняшний день процесс продолжается. Но Марат и Али – это исключение, нежели правило. Многие пользователи соцсетей действительно делают репосты запрещенных материалов. И пишут провокационные комментарии, как правило, из-за собственного невежества. Надо следить за тем, что ты публикуешь на своей страничке. Кроме того, необходимо обязательно думать. Если ты в чем-то не разбираешься, естественно, это может привести к достаточно неприятным последствиям. Многие люди дают волю эмоциям в сети. Гнев и горячность – не лучшие советчики. Тем более сегодня, когда любое неосторожное слово может повлечь за собой не самые приятные последствия. Любые публикации, они рано или поздно могут быть отслежены. Люди думают о том, что если они поменяли свои данные анкетные, или они разместили публикацию под другими данными, то их не найдут, и можно говорить все, что угодно. Как показывает практика, за свои слова и действия в сети приходится отвечать. И наказание, кстати, достаточно серьезное. Может быть, от 5 до 7 лет, может быть, от 2 до 5 лет. И в том числе лишение свободы. Более того, все, кто вел переписку с человеком, привлеченным к ответственности, рискуют оказаться на учете у следственных органов. То есть, если моим именем, фамилией, отчеством все схоже, создается сеть, то придут же ко мне. То есть, получается, можно подставить человека так, в принципе, возможно такое, теоретически? Теоретически можно, но по уголовным делам чаще всего, вот только все уголовное дело, оно состоит в большей части именно с доказыванием того, что именно этот человек создал именно эту публикацию. А потому и друзей в сети надо тоже выбирать с умом. Наши сегодняшние герои – активисты, общественные и религиозные деятели. Они всегда в центре внимания. И, быть может, кто-то подумает, что это послужило причиной их бед. Ведь таким людям завидуют, иногда вредят. Даже если это и так, их испытания только закаляют характер. И они продолжают, не страшась говорить правду. А потому, что бы ни случилось, и ты будь стойким, и никогда не молчи. Продолжение следует...